В этом году климатическая весна наступила немного раньше. Средняя температура марта чуть выше обычного значения. И, как вы видите, Волга уже полностью вскрылась ото льда. Означает ли это, что завтра нас накроют чудовищными последствиями глобального потепления и ждать ли второго всемирного потопа? В былые времена, чтобы узнать о том, какая будет погода, нужно было искусство шамана. Он бил в бубен, сжигал что-нибудь на костре и выдавал готовый прогноз. Правда, очень не точно. В наше время погоду предсказывают синоптики, в арсенале которых современные технологии и методики исследования. Самарские метеорологи предупреждают, что подтопление ожидается в 15 районах области Кошкинском, Богатовском, Борском, Красноярском, Кенельском и других. Прогнозы по уровню воды в Саратовском водохранилище будут даны только в апреле, когда водоемы полностью освободятся от льда. Учитывая сложившиеся гидрометных условия к концу зимы и ожидаемое развитие весенних процессов, потому что это самое главное, насколько дружная весна будет, максимальный уровень большинства рек области ожидается выше нормы от 10 до 95 сантиметров. На реке Самара в верхнем течении на 175 сантиметров. Вскрытие рек ожидается на 8-10 дней раньше нормы. Хотя нынешняя зима была аномально теплой, синоптики не драматизируют. В Самаре официальные наблюдения за погодой ведутся с 1936 года. И за это время температурные рекорды были диаметрально противоположными. И катастрофы, связанные с потеплением, они не ожидают ни завтра, ни в ближайшие лет 100. На Земле основная доля льда, она в Антарктиде сосредоточена. Если растопить всю вот эту 4-километровую антарктическую шапку, то только в этом случае, вот посчитали ученые, уровень мирового океана повысится на 50 метров. Только в этом случае. Вот по самому жесткому сценарию в конце этого века температура может повыситься на 6 градусов, и уровень мирового океана тогда поднимется примерно на 90 сантиметров. Вот все ужасы. В год температура на планете растет на 0,05 градуса, и ученые не могут точно сказать, кто больше виноват – человек или естественные климатические изменения. Андрей Трой, Григорий Плешаков, События.